МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Я Эдгард Запашный. Сегодня я снова расскажу вам про мой любимый цирк. Обещаю, вы удивитесь. Это Евгений Беляур. Суперзвезда. Легенда цирка. Выдающийся жонглёр. Хотя сегодня на улицах его никто не узнаёт, никто не просит автографов, его имени больше никогда не напишут на цирковых афишах. Как будто он самый обычный человек. На пружинах из России Евгений Беляур. Это, без сомнения, высший пилотаж жонглёрского мастерства. На манеже не номер, а вполне себе самостоятельное шоу. Жонглёр-эксцентрик, жонглёр-импровизатор. Евгений Беляур. В воздухе 11 колец. Это мировой рекорд. Он был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса в 1968 году. И сегодня мало современных жонглёров в состоянии повторить этот трюк. А уж тогда он произвёл настоящий фурор. Беляур единственный российский артист, который получил высшую международную награду жонглёров. Это было в 2002 году. За 55 лет их в мире было вручено всего 8. Девятый Беляур. Вы не поверите, весь зал встал и стоя аплодировал. Эту награду в жонглёрском мире можно смело приравнять к известной кинопремии «Оскар». Здравствуйте всем, друзья! Что из вас будущие жонглёры? Поднимите, пожалуйста, руку. Вы определяете свою жизнь как жонглёр. Немного. Я всегда говорю, что это самая неблагодарная профессия. Вам придётся репетировать всю жизнь. Эквилибр неделю пропустит, за 2 часа всё вспомнит. Вы через неделю вот так всё кидать начнёте. К сожалению, это так. Поэтому можно я на этот манеж приглашу самого большого трудягу. Человека, который репетировал всю жизнь по 10 часов. Народный артист России Евгений Беляур. Ну что, здравствуйте, господа, товарищи студенты. Для Беляура этот шквал аплодисментов привычен. Так его встречают во всех цирках мира. И здесь, в цирковом училище, которое он сам когда-то закончил. Для студентов Беляур величина, легенда цирка. Сегодня у него мастер-класс. Цирковая молодёжь растеряна. В гостях великий жонглёр. Сам Беляур немного взволнован. Отвык от публики. Всё-таки уже 17 лет не на манеже. Да и одно дело выступать, совсем другое обучать. У тебя идёт булава, ты отводишь руку, вот. Кисть, видишь, отводишь? Да. Поэтому у тебя идёт булава, вот с таким вот разворотом, вот она, видишь, идёт. А она должна идти, вот. Правильно? Только ты ловил её нормально. Вот. Раз, раз. А у тебя идёт раз. И вот сюда, видишь, развернут. Я даже так не могу отвести руку. Беляур был выдающимся студентом. Закончил цирковое училище с красным дипломом. Когда в 1967 году он только выпускался, как соло-жонглёр, о нём уже писали. Недавно цирковое училище выпустило Евгения Беляура. У молодого артиста высокая техника жонглирования. Конечно, за 4 года занятий, даже при многочасовой тренировке, какая была у Беляура, добиться таких результатов невозможно. Это очень малый срок для освоения жонглирования различными предметами. После выпуска из училища Беляура мгновенно стал цирковой звездой. Ему чуть за 20, а его уже показывают по центральному телевидению. И зрители идут в цирк на Беляура. Ну ты же не Беляур, это в цирке так говорили между собой. То есть то, что делал Женя, не делал никто. Я только начал работать, и у меня третий, что ли, город был, Тула. Я отработал, и вдруг мне передают программку. Программка, я открываю, а она вся исписана. Мы первый раз увидели жонглёра, такого, как вы, дальше. Потому что обычно они стоят на месте, они двигаются, кидают себе, и всё. А вы как бы занимаете один, а занимаете весь манеж. И это было приятно. Почему приятно? Потому что я к этому-то и стремился. Жонглирование – это тяжелейший, почти адский труд. У профессионального жонглёра репетиция длится 10-12 часов. В любом месте, в любое время, в любом настроении. Один из самых сложных жанров в цирке, потому что его надо каждый день репетировать. Ты вот взял булавы один раз в жизни, и до смерти ты будешь этими булавами заниматься. Женя Беляуэр, даже в чемодане возят они с собой булавы, кольца, мечи. Даже с поезда на поезд, достаёт часа 2-3, он приходил в цирк, фойе порепетировал, потом дальше пошёл. Когда ты выходишь и это всё делаешь, не пока звук, что «О, как сложно, как тяжело», а именно вот так легко, вот пускай и будет создать впечатление, что легко. Мне вообще всё время говорят, у тебя что, в магнит у тебя мяч крутится, у вас что, там магниты? Я говорю, да, кожные магниты. Знаете такие? Не знаете? Ну как же, ноу-хау. У меня кожные магниты. Я говорю, да нет, конечно, о чём вы говорите. Вот, понимаете, оно и должно было так. Вот и создать именно, что это всё ерунда. 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 Ерунда – это кропотливое и даже нудное занятие, требующее огромного терпения. Помимо того, что нужно многократно повторять неудавшийся трюк, приходится без конца наклоняться, чтобы собрать предметы, разлетевшиеся в стороны. Человека эмоционально неустойчивого это быстро выведет из себя. Но не беляура. Вот такой трюк, я его сто лет не репетировал, но я его... Это обычный для беляура трюк. Даже лёгкий. Но сейчас почему-то не выходит. Ну, сейчас надо к булавам привыкнуть. Сейчас, минуточку. Эх, нет, я сам вижу, нет. Так. Чё у-то? Ничего пока не идёт. А вы говорите у-у. Нет. Булавы разлетаются, руки не слушаются. Но он не сдаётся. А ведь я даже с бутылками делал. Привычное упорство оказывается сильнее. Пока не выполнил трюк, не успокоился. Конечно. А иначе ничего не добивешься. Жонглирование – это повторение, повторение, повторение. Булавы, кольца и мячи – основные предметы для жонглирования. Вес одной булавы – около 300 граммов. Кольцо весит 100 с небольшим. А мяч – примерно 150 граммов. При жонглировании пятью предметами каждый подлетает на высоту около метра. А скорость его падения при этом составляет более 4 метров в секунду. У жонглёра главный инструмент – руки. Их нужно беречь. Не всегда получается. Да много пальцев. Вот выбито. Ну, о чём вы говорите? Руки – всё. Потом вот здесь всё время трещины были. А кольца вот здесь лупят. Здесь и пальцы, и эти руки у меня какие широкие, большие. Там всё выбито. Всё разбито. И мне все говорят, у тебя лапа какая. Я говорю, да, лапа жонглёра. Вы Колину руку видели? Увидели бы, испугались. Как из-под катка. Каждая булава – 300 граммов веса. Плюс ускорение свободного падения метров с шести. В результате в ладонь влипают целые тонны. А когда в школьные каникулы 3-4 представления в день, то можете представить, что это такое. И всё для того, чтобы совершенно незнакомые тебе люди улыбнулись. «Двое под одним зонтом» – музыкальная, эксцентричная сказка о жизни Жанглёров. Режиссёр всех отечественных мушкетёров Георгий Юнгольд Хилькевич обожает цирк. Поэтому в этой своей картине ревностно добивался полной правдивости в повествовании. Получилось почти документально. Если говорили, что жизнь театра, а мы в ней актёры. Нет, жизнь цирк, а мы в нём актёры. Там всё правда. Там всё правда. Там по правде ненавидят, по правде любят, по правде каждый день на грани жизни и смерти. То есть это настоящее такое вот слепок с нашей жизнью. Ты веришь, что я тебя люблю? Что мы с Люськой тебя очень сильно любим. Ну что ты молчишь? Ты ответь. Веришь или нет? Ну хочешь, я тебе свою куртку отдам? Ты уже мне одну дал. Хватит. А ещё одну. Да верю, 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 верю. Я тебя тоже люблю. Я сразу понял, что у меня будет сниматься Беляуэр. Он не играл образ, он играл сам себя. И что надо просто быть самим собой. И когда он это понял, получился образ, о котором я мечтал. Понимаете? Фальши ноль. Для любопытного Беляуэра съёмки стали интересным опытом. Он, что называется, учился у всех, не подражал никому. Но признаётся, что кинопроцесс не понравился. У них всё время то погода не та, то свет не тот, то это не так, то пересъёмка. Приходишь, все под фанеру, оркестр тоже под фанеру. Всё, знаете, если звук идёт, они там делают вид, 5-10. А я начисту один дубль, второй дубль, третий дубль. Я уже думаю, ну сколько же можно, ребят, вы чё? Ну у нас вот это, у нас там заело, у нас это не пошло, у нас свет не там. А у нас там перегорело. Я говорю, ну я-то работаю, я-то каждый раз выхожу и выкладываюсь. Я же не могу выложиться подряд 5 раз. У меня просто не хватит. Энергии мне, сука, не хватит. Самый хороший – это первый раз. 1978 год. В новом цирке на проспекте Вернадского Беляур работал вместе с Олегом Поповым. Когда клоуна отправили на заграничные гастроли, он пригласил с собой жонглёра. Беляур вспоминает. С Поповым было тяжело. Не по его характеру. Нужно быть подхалимом. А я не такой был. Он мне всегда говорил, у меня три замечания. Я тебе делаю первое. Я говорю, считай, что это треть. Я хлопнул в дверь и ушёл. Да, да, это было так. Если три, всё. А чего больше упрашивать? Я никогда никого в жизни упрашивал. А позже Беляур женится на Ольге Поповой, дочери великого клоуна. Вот свадебные фотографии. Вот и знаменитый отец на свадьбе. Ну, понимаешь, как жонглёр он очень хороший был. Очень хороший. Но как человек, я не знаю. Ну, всё-таки она тоже в цирке танцевала на проволоке. Ну, а почему нет? Значит, семья будет побольше, веселее будет. Правда, да? Но отношения с Поповыми у Беляура всё равно не сложатся. Сначала случится разлад с отцом, а потом и с дочерью. Дикий был. Поэтому мы как-то не могли найти контакта друг с другом. Сегодня, вспоминая бывшего тестя, Беляур говорит, чувства противоречивые. Выдающийся артист, но тяжёлый человек. Пахарь просто потому, что он трудится, трудится и трудится. Он себе выдумал новые репризы. К этим репризам реквизит, он всё время что-то делал, всё время делал. И мне всегда это импонировало, потому что я видел в нём такого творческого человека, с которого он и брал пример просто. Вот. И поэтому я его за это очень уважал. Но не уважал за другое. Вот за это вот, понимаете? Что такое? Ну почему? Ты мне что, руки дал? Ты мне что, за меня заплатил? В конце концов? Или я у тебя в долгу? Или почему ты на твоей дочке женился? Да я не на тебе женился, я на дочке женился. Да мне плевать, я всё время говорю, уедем отсюда. Но Ольга не поехала. Осталась рядом с отцом. От этого брака у Евгения Беляура родился сын. Назвали тоже Женей. Спустя несколько лет Беляур женится снова. Жену опять выберет цирковую. Артистку балета Ирину, дочь Хасрова и Лидии Абдулаевых. У Беляура появится второй сын, Костя. Сегодня Женя и Костя в гостях у отца. Здравствуйте. И хотя отец в разводе с их матерями, а папе с гордостью. Сейчас пятёрку он шарик-то раскидал. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, мягкий, но не ловно как. Я вам горжусь. Он всё-таки народный артист. В книге рекордов Гиннеса состоит. Ну, если весь мир его называет «Жонглёр номер один в мире». Король булав. Я думаю, это много о чём говорит. В цирке всё на грани человеческих возможностей. Любят на грани, работают на грани и конкурируют так же. Старые обиды в стенах цирка живут долго. Даже непосвящённые знают о соперничестве двух клоунов. Олега Попова и Юрия Никулина. Дрессировщиц Бугримовой и Назаровой. У «Жонглёров» оно тоже было. Евгений Беляуэр, Сергей Игнатов. Мы как бы параллельно работали, понимаете. Он выпустился на два года позже меня. Но он как бы шёл в ногу. В 1973 году книга рекордов Гиннеса вновь зарегистрировала. «Одиннадцать колец» бросил жонглёр Сергей Игнатов. Прошло 40 лет. Ни тот, ни другой уже давно не выступает в цирке. Но дискуссии «Кто лучше?» продолжаются до сих пор. Ну, понятно, потому что очень большое мастерство. Большое мастерство у обоих. Это то же самое, что у Ланова танцует тот же балет. «Лебединое озеро», потом «Плесецкое», потом там ещё кто-то, ещё кто-то, ещё кто-то. Разные просто работы. Один силён в булавах, другой силён в кольцах. Сергей Игнатов участвовать в нашей программе отказался. Сразу, как только узнал, что в проекте их будет двое. Один из нас лишний. Похоже, так считает он. Сами артисты стараются друг о друге говорить. Да никак не говорить. Неплохо, нехорошо. Пусть публика рассудит. Пусть профессионалы разберутся. Профессионал вам сразу скажет, что такое Беляур, что такое Игнатов. Он у меня совсем другого плана. Мне говорят, я вот 9, там, 15, 3 темпа, чем 8 бросил темпов, а ты сколько там? Я не бил на то, сколько там. Я совсем другой, понимаете. Я по своей натуре немножко эксцентричен. Я свободен. Понимаете, я общался, я это, я хохмил, я дурака валял. Вот так же, валяя дурака, Беляур и стал бросать 11 колец. Как-то на репетиции в качестве шутки его ассистент бросил ему не 9, а 10 колец. А Беляур то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил. Жонглировать не прекратил. Потом добавил еще одно. Одиннадцатое кольцо. Это сложно, потому что это... Перед тем, как кинуть 11 колец, надо научиться кидать 3. Это почему? Потому что разница есть в чете и в нечете. 11 – это нечетное количество. Все нечетное количество бросается крест-накрест, с руки на руку. А все четное – это в каждой руке. Поэтому, чтобы кидать 11, надо научиться 3 кидать. Нечетное – 5. 7 фиксировать очень много. 9. Вот если ты будешь фиксировать, ты кинешь и 11. Наработаешь. А можно вопрос? Есть тот трюк, которого вы не смогли сделать? Хотели бы очень сильно, но не смогли сделать? Вы знаете, я никогда не задумывался, смогу что-то я сделать или не смогу. Я всегда репетировал. Я всегда стремился сделать. Поэтому я никогда не думал, что я достиг и чего. А может быть, вы мечтали прям вот что-то, я не знаю, такое? Ну как мечтал? Вот я мечтал 7. Вы мечтали и хотели сделать. Вы сделали? Пустите, я их запустил. А как вы думаете, предел человеческих возможностей? На скольких предметах остановится? Я не сторонник количества. Вы знаете, я всегда был сторонник качества. А что такое качество? Качество – это трюковое исполнение. То есть в различных вариантах вы можете бросать. Различными узорами. Со спины, сбоку. Так, сяк. С боем, с балансом. Это вообще уже шедевр. Друзья, жонглировать всем кажется, что это просто. Взял три предмета и начал. Но по-настоящему это не так. Это занимает очень много времени. И самый простой способ – это научиться, ну, вот, например, на яблоках. Они у нас все есть. Яблоки – это те же мячики. Поэтому, если у вас есть дома любой круглый предмет, это может быть апельсин, яблоко, лимон, в конце концов, то все просто. Две руки, три предмета. Один, второй. Кидаете друг другу навстречу. Ну, казалось бы, все просто. Конечно, самые распространенные ошибки – люди начинают поднимать руки и пытаются быстрее догнать этот предмет. Не пытайтесь его догнать, он сам к вам все равно прилетит. Самый простой элемент называется каскад. Берете два предмета, вот так вот, ну, все вот так вот когда-то дома наверняка делали. Просто мы берем и усложняем. Если у вас это получается, переходите к более тяжелым, добавляйте предметы. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, одиннадцать. Если вы научились кидать одиннадцать, значит, вы Евгений Беляур. Значит, про вас уже снимают программы. Раз, два, молодец, хорошо, жонглируй, как папа. Пошел, крутить, вот так, молодец. Это Константин, младший сын Беляура. На домашнем видео ему три года. Отец учит его простейшим цирковым приемам. Династию ведь надо продолжать. Здесь ему семь. И он, как все цирковые дети, уже тренируется, как взрослый артист. На самом деле меня начали готовить уже на гимнасты. Я там в свое время 8-7-8 лет уже такие вещи делал, которые не забываются. Но просто меня все в этом начали учить, когда был какой-то там 95-й, 96-й год на дворе, кризис. И мама в основном сказала, что надо учиться, и как бы цирк уже не будет в моде, так сказать. Константин Беляур цирковой дорогой не пошел. Закончил МГИМО, стал юристом. Его старший брат Евгений Беляур-младший цирком тоже не заболел. Занимается автомобилями. Я считаю, что это один из самых тяжелых жанров в цирковом искусстве. Почему? Потому что ты работаешь с неживыми предметами, а их отрепетировать нельзя. Вот. Например, там стоечник, он свое тело репетирует, тренирует, да? И он его однотренировал, он будет это делать. А неживой предмет, его как ни репетируешь, репетируешь только руки. А то, что летит, это уже как руки пошлет. Но и руки могут подвести. 1997 год. Беляур работал на износ. По 37 представлений в месяц. Да и репетировал без остановки. Как будто боялся чего-то не успеть. Это была обычная разминка перед представлением. Беляур услышал странный звук в плече. Что-то похожее на треск. А потом не смог даже руки поднять. В тот момент он еще не знал. Его карьера закончилась. Произошел разрыв вращательной манжеты плечевого сустава. Она износилась. Он перенес несколько операций. В попытке улучшить состояние врачи лишь ухудшили его. Во время одной процедуры хирург задел нерв в плече Беляура. После этого правая рука начала постепенно атрофироваться. Но Беляуэр сохраняет надежду, что когда-нибудь он все-таки обретет прежнюю форму. Вот я переиграл, наверное, руки свои. Плечо. Сейчас бы я уже пересмотрел, Гожи, отношения к репетициям и как, и к отдыху, и ко всему. А? Погай, пожалуйста. Тремя сможете? Элементарно. Или тремя? Тремя, пожалуйста, тремя. Можно так, видите? А можно так. Тремя. Ребят, у меня рука не работает, а так бы я больше кинул. Я бы с удовольствием, конечно, вернулся к этой теме, к своему жанру, и достигну, наверное, большего. Еще большего. Хотя я посмотрел, я действительно натворил, слава богу. Я действительно, я посмотрел, я действительно натворил. Я никогда об этом не задумывался. Но когда мне сами ребята звонят, они говорят, ты что, неужели ты это все делал? Я говорю, да я сам удивляюсь. Для Беляура жанлирование – это не просто выброс предмета вверх. Это больше. Целая философия. Здесь, утверждает он, как и в любом настоящем искусстве, постигаются законы мироздания. И хотя жанлирование, которому он посвятил более 30 лет, не сделало его богатым и знаменитым, Беляур ничего бы менять не стал. Улыбки зрителя – то, ради чего стоило прожить эту жизнь. Прожить такую жизнь – это чего-то стоит. Это стоит. На сегодня это все. Приходите в церковь. Обещаю, вам будет интересно. Я – Эдгар Запашный. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok